Насколько я помню, мы с вами последний раз общались лет 8 назад. Вы мне давали интервью где-то примерно. Меньше, может больше. Около этого. И я посмотрел в интернете, за это время у вас было достаточно много интервью общеукраинским СМИ и куда меньше интервью местным. И вот интересно, почему так получается. Это у вас как-то не берут или вы отказываете? Наоборот, я считаю, что местные телеканалы, региональные телеканалы должны информировать население города более объективно, чем все украинские, потому что региональные делают новости обычно на региональном продукте. Но то, что вы говорите с точки зрения, кому я давал интервью, я давал интервью тем, кто хотел этого. Поэтому мы не будем сегодня с вами говорить, почему я не дал вам, почему я не дал другому. Если бы вы хотели, как сейчас, я бы, конечно, в любое время, пожалуйста. Тем более, что у вас есть вопросы, которые вам задают харьковчане. И я готов на них ответить и раскрыть объективно все те предметные разговоры, которые ведутся. Что ж, я в любом случае рад, что эта встреча состоялась. Это программа «Большое интервью» с Геннадием Кернесом. Геннадий Адольфович, давайте поговорим о выборах. Я понимаю, что так или иначе, любое интервью какое-то время будет начинаться с этой темы. И ситуация достаточно необычная для нашего города. Ни один из тех кандидатов, которые шли с вами, которые позиционировали себя как часть вашей команды, в этот раз не прошел. Что, согласитесь, для нашего города довольно удивительно. Я думаю, вы пытались анализировать эту ситуацию, пришли к каким-то выводам. Если можно, поделитесь этими выводами. Да, выборы прошли. Прошли достаточно спокойно. Объективно сказать, что это тот результат, который мы ожидали, это будет не так. Потому что на самом деле прошли везде представители за командой. На некоторых округах, только в Харьковской области, два округа, прошли те депутаты, которые были ранее. Поэтому я не могу судить избирателей, потому что они выбрали тех, кого они выбирали. А то, что касается такого феномена сейчас, значит, знаете, это как бы такой, назовем, результат, он был ожидаем. Почему? Потому что кто бы не стал в З-команду, я имею в виду, в З-команду в строй, он бы становился депутатом, потому что люди голосовали за слугу народа. Их не интересовало, они фамилия, вот мы делали со слугой. Они не знают даже фамилии того депутата, который прошел. Они знают, что слуга народа. Все. Поэтому это вот такой феномен. Что будет дальше? Первое, я хочу встретиться с представителями тех мажоритарных округов, которые победили в Харькове, и обговорить с ними нашу совместную работу в интересах территориальных громад. Это главное для меня сейчас в отношениях между депутатом Верховного Совета и Харьковским городским уголом. Все остальное это в текущем режиме. О какой поддержке, о поддержке каких тем, каких вопросов вы бы хотели с ними говорить? Ну, во-первых, я хотел бы говорить, нам необходимо субвенции с государственного бюджета на инфраструктурные проекты, большие перекладки сетей, строительство метро, строительство других объектов, участие Харькова в пилотных проектах, то есть финансирование из государственного бюджета. Ну и, соответственно, чтобы в государственном бюджете были предусмотрены все расходы, связанные с образованием, связанные с медициной, связанные с другими статьями расхода. Потому что было неважно, назовем так. Нехорошо, а неважно. Это касается инсулина, это касается других объектов финансирования. То есть государство задолжало. Как происходит вот такого рода сотрудничество между местной властью и депутатами Верховного Совета? Это строится исключительно на каких-то патриотических чувствах? Ну, во-первых, они избраны работать там. Это их основная работа. То есть, точно так же, как и у меня основная работа – Харьковский городской головы. Поэтому мы заинтересованы все вместе, не только они и я, я имею ввиду другие органы и члены моей команды, в части того, что обмениваться информацией и достигать результата совместно, ну и, соответственно, информировать население через ваши средства массовой информации. У нас новоизбранный президент. И, конечно, от взаимоотношений, в том числе ваших личных взаимоотношений с президентом, будет много зависеть и для нашего города, что здесь будет осуществлено, а что нет. Можете рассказать о том, как строятся сейчас ваши взаимоотношения? Есть ли у них какое-то прошлое? Встречались ли с господином Зеленским раньше? Я знаю господина президента Зеленского Владимира Александровича, но я его знаю еще тогда по студии 95-й квартал. Я еще с ним не встречался, потому что его не было в Харькове с точки зрения визита, с встречей с региональными элитами и вообще с руководителями. Поэтому я думаю, что когда произойдет встреча, я сумею поучаствовать в ней и дать вам ответ на ваши вопросы. Давайте поговорим о вопросах, имеющих более, скажем, приземленный характер, но тем не менее, думаю, более интересующих наших зрителей, харьковчан. Вопросы, которые касаются развития Харькова. И вы только что упомянули о больших инфраструктурных проектах, в частности о модернизации коммуникации. Речь идет о теплосетях, прежде всего, как я понимаю? Теплосети и коммунпромвод. А можете посвятить в детали, о чем именно идет речь, то есть сроки, объемы, цифры возможные? Давайте поточнее, значит, если в том году харьковские тепловые сети поменяли где-то около 60 километров сетей, то в этом году мы идем в плане при подготовке города к зиме и, соответственно, ставим как за основу результат не меньше. То же самое касается и Харьков коммунпромвода. Тоже они меняют сети десятками километров. И сегодня мы можем уже наблюдать, что течей в Харькове стало меньше. То, что было раньше и сейчас, это несоизмеримые понимания. Поэтому у нас есть проблемы. Проблемы это возраст, изношенность сетей. У нас есть понимание, как это делать. Мы участвуем здесь совместно с Мировым банком. Мировой банк финансирует реконструкцию сетей. И Мировой банк также финансирует Харьков коммунпромвод в очень интересном инфраструктурном проекте. Это, значит, высушить иловый остаток и дальше его переработать. Потому что у нас есть иловые поля. Они находятся там, где Мерифянское шоссе. И там можно было бы получить дополнительную землю для строительства жилых массивов для Харькова. А также получить палеты, касающиеся зеленого тарифа, для выработки той или иной энергии. Поэтому все, что касается крупных инфраструктурных проектов, это еще метро, это строительство многофункционального комплекса переработки с отходами, это зоопарк, и это замена рельсового полотна, то есть переезды, и для того, чтобы не было сходов. Потому что усталость уже этих рельс настолько велика, что они уже почти все пришли в негодность. Для этого мы работаем. Что интересно, вы объединяете темы, скажем, реконструкции зоопарка и модернизации теплосетей, реконструкции их, в единую тему больших инфраструктурных проектов. В то же время ваши критики, скажем, если так обобщить и упростить, они противоставляют это и говорят, что в то время, пока у нас непорядок с теплосетями, теми же у нас затевается зачем-то модернизация зоопарка и так далее. Что бы вы ответили вообще корректно для такого противопоставления? Первое. Это две разные темы для понимания жизни людей. Одна тема – это жизнеобеспечение жизнедеятельности. Другая тема – это жизнедеятельность. Да. Потому что зоопарк – это место отдыха, ему более 100 лет, он пережил войну. И поэтому считаю, что такие сравнения неуместны, потому что мы четко работаем при подготовке города к зиме и работаем в процессе осенне-зимнего периода времени года. А то, что касается зоопарка, это для любознательности наших детей, для вообще, для торжества, назовем так, жизни, что есть жизнь. А, знаете, серость, унылость – это уже было. Мы изменили сегодня отношение харьковчан к Харькову. Я думаю, что без исключения все патриоты Харькова, я в этом уверен, все любят город Харьков. И поэтому все харьковчане заинтересованы, чтобы в Харькове и сети менялись, и зоопарк реконструировался, и оперный театр реконструировался, и другие объекты, если начнем их называть, и больницы, и поликлиники. Все это вместе необходимо просто понимать, как это освоить, и для этого нужны еще и люди ко всему, помимо денег. Но деньги – это ключевой момент, а так или иначе получается, что все-таки большие средства уходят? Деньги – это ключевой момент. Ключевой момент – это люди. Ключевой момент – это люди. Сейчас очень большая проблема – это с кадровым потенциалом. Очень большая проблема. Вот мы получаем новый транспорт. Мы купили новых 57 троллейбусов. Это первый тендер с Европейским банком реконструкции и развития. 57 троллейбусов, 12-метровых, то есть не гармошек. Уже 5 мы получили в город Харьков. У нас нет водителей, понимаете? Мы готовы с учетом того, что мы будем еще закупать троллейбусы, но уже длинномеры, я имею в виду гармошки. В том числе и троллейбусы с запасом хода. Ну, когда снимают контактную сеть, и троллейбус еще может двигаться 30 километров. Это для таких мест, как Рогань, для таких мест, как Жихаль. У нас с Харьков есть вопросы. Да, нам некого сажать в транспорт. Понимаете? Это проблема очень большая. Поэтому тут все должно быть соизмеримо, чтобы это не простаивало, чтобы оно работало. То же самое метрополитен. Строительство метро предусматривает приобретение нового подвижного состава. Значит, нам необходимо провести этот тендер, первый, который дали. Он будет проведен, но откроется. И мы будем знать победителя где-то в октябре месяце. И это будут новые совсем вагоны, новые поезда, новые, современные, отвечающие современным требованиям. Конечно, садить на них надо опытных людей, профессионалов, потому что мы им даем в руки что? Не только ехать, но и доверяем жизнь людей. Поэтому это все очень ответственно и очень надо думать, прежде чем что-то делать. Я все-таки с вами не соглашусь. Наверное, все-таки тут опять же вопрос опирается в зарплаты. Не просто нехватка потенциала кадрового. То есть у нас проблема в том, что люди, те же водители, они уезжают в несколько зарплат. Это зависит от тогда цены проезда. Мы не можем постоянно повышать цену проезда. Хотя мы предусмотрели всех льготников, студенты, школьники у нас пользуются льготами. Более 20 категорий льготников у нас пользуются. Коммунальщики пользуются, социальные работники пользуются льготами. Мы это все оплачиваем из бюджета. Раньше эти, назовем так, гарантии были за государство. Государство сбросило их на местные бюджеты. Это называется такая децентрализация. То есть ты заработал, а тебе подсказали, что надо вот на это направление тратить средства. Поэтому мы бы платили бы заработную плату и датировали бы. Но от этого зависит сразу форма, значит, экономическая формула цены билета. В ближайшее время стоимость проезда повышаться будет? Нет. Я имею в виду и метро, и троллейбусы. Нет. Я буду вам говорить за гор электротранспорт. Ни метро, ни троллейбус повышаться не будет. Если можно, о транспорте чуть позже поговорим. Пока хотелось бы от новых реконструированных объектов перейти к тем, которые, к сожалению, не то, что не реконструируются, а скорее наоборот. Вы, Харьковчанин, живете здесь всю жизнь. Я просто хочу знать вашу точку зрения, вашу оценку в отношении того, что происходит с архитектурным наследием города. Последняя история с тем же разрушаемым особняком на бывший Иваново, ныне Свободы, 35. Что вы думаете об этом? То, что касается архитектурного наследия, то здесь работает областная государственная администрация. Это больше к ним вопросы, чем к нам. Но то наследие архитектурное, которое нам досталось, мы, конечно, должны все его любить и охранять. И, соответственно, мы максимально делаем. У нас есть в составе нашего депутатского корпуса некоторые депутаты, которые очень сильно работают в направлении, значит, чтобы мы принимали решения касающиеся архитектурного наследия, установки мемориальных досок, кто здесь раньше жил, кому это принадлежало. А то, что касается вашего вопроса по Иванову, 35, я просто знаю информацию, то, что он будет реконструирован, отреставрирован, и он как был в ансамбле города, так и останется. То есть там ничего не происходит. То, что касается других вопросов, пожалуйста, готов ответить. Есть вопросы, тоже связанные с этой темой, и, насколько я понимаю, это один из источников проблемы, это отсутствие в Харькове историко-культурного плана, это центральная часть города, где есть статус охраняемых объектов и так далее. То есть это вопрос взаимосвязанности. Нет, у нас есть, во-первых, в генеральном плане города, черном по белому, выписано, где находится наш исторический ареал. поэтому вы должны понимать, что такие документы есть. Другой вопрос, кто стал собственником при переходе права собственности и какие обязательства были у этого покупателя, когда он приобретал данный объект. Но я еще раз говорю, мы не являемся стороной, это областная государственная администрация, но я четко могу сказать, что там будут соблюдены все вопросы, связанные с реставрацией и реконструкцией. Давайте вернемся к транспорту. Вы говорили о метро, и там в принципе ситуация, как по мне, относительно неплохая, хотя как человек, который им активно пользуется, есть вопросы и поэтому. Хотел спросить вас в отношении частных перевозчиков, их в Харькове достаточно много, они перевозят большую часть пассажиропотока и вот там уровень обслуживания, мягко говоря, ну в общем-то ниже всяческой критики, если уж говорить. Значит, то, что касается частного транспорта, который работает на пассажирских перевозках, значит, мы постоянно с ними ведем работу о том, чтобы они приобрели новый транспорт, это первое. Не выпускали на линию тот транспорт, который ездит сегодня у них, весь обклеенный рекламными плакатами, невозможно посмотреть даже человеку, который сидит на сидении, так ему повезло, да, он на сидении, потому что обычно в них толкучка и не хватает транспорта. Значит, у него перед лицом какая-то реклама, я прошу, чтобы все это удалили из салона, чтобы салон был, понятно, чистым, чтобы для людей было это приятно. Ну вот, мы когда подключим частный транспорт к единому проездному билету, тогда мы четко будем регулировать численность пассажиропотока и будем четко регулировать, сколько транспорта сегодня на линии и, соответственно, интервал. потому что люди жалуются на интервал, на состояние и на отсутствие. А когда произойдет ориентировочные сроки, вот это расширение электронного единого билета и тикета на частных перевозчиков? Ну, сейчас электронный билет, если вы знаете, уже работает в троллейбусе, в трамвае, начал работать в метро, увеличивается количество валидаторов, которые будут считывать по возможности. Есть люди, которые делают предложения и банки выходят с таким предложением, чтобы можно было оплачивать банковской картой. Мы работаем на эту тему с водофоном, чтобы они нам платформу сделали. И, соответственно, у нас много терминалов, которые будут пополнять эту карту. И мы, когда будет концепция полностью завершена, мы будем предлагать лояльность приобретения данного проездного билета. То есть, если ты покупаешь проездной билет, значит, у тебя будет дешевле твоей поездки в этом транспорте. А что касается установки валидаторов именно в частном, есть какие-то сроки, есть ли какая-то программа? Ну, это будет только в будущем году. В этом году у нас сроки завершить метрополитен. По собственно проезжей части, проблема старая, центральная часть города заставлена машинами. Я думаю, что вы сами это замечаете, когда ездите на работу. Особенно это касается Сумской, Пушкинской и некоторых других. Ну, это культура, вы поймите, это культура наших водителей. Но у нас из, как говорится, года в год сложилась такая ситуация, что люди оставляют машины в центре. Вот сейчас много машин оставляют на площади Свободы. Много машин оставляют по улице Сумской. Много машин оставляют по улице Рымарской. Вот было принято нами решение, что при реконструкции сада Шевченко у нас вырисовывалось пятно, которое мы решили застроить первой многоуровневой парковкой в городе Харькове. И еще рядом там будет парковка для 300 машин, может, чуть меньше, может, чуть больше. Итого паркинг будет на 200 машин и парковка рядом где-то чуть больше 200. И это все даст возможность при хорошей и правильной работе совместной с органами патрульной полиции соответственно предлагать водителям размещать свой транспорт, оставлять его на время, чтобы передержать на парке. Поэтому мы думаем о том, что при реконструкции сада Шевченко туда будет больше наплыв людей, что и показало. И мы делаем паркинги. Для этого смотрим места, которые можно было бы вокруг сада Шевченко предложить харьковчанам как паркинги. Первое это площадь свободы. Она большая, там можно все разместить. ну и соответственно другие места более удобные. Ну все это работа наших архитекторов, строителей. Сегодня кстати мы с вами в канун дня строителей разговариваем. Хорошая профессия, очень важная. Сегодня Харьков строится, обновляется. Я думаю, что мы довольны тем, что происходит в городе Харькове. Паркинги это хорошо, но это одна из составляющих. Есть еще условно-репрессивные методы, скажем, в том же Киеве работают эвакуаторы. А почему у нас нет? Значит, то, что касается эвакуаторов. Мы работаем в этом направлении, мы принимаем соответствующие нормативные акты для того, чтобы реализовать согласно закону свои повноважения в этом процессе. я думаю, что скоро появятся и, так сказать, эвакуаторы. Стоит ожидать. Есть еще один момент, о котором тоже хотелось бы поговорить, кулимушетранспортной системе. Момент относительно новый для нас. Я знаю, что в Харькове делается, ну, наверное, велосипедисты скажут, что делается недостаточно в любом случае, но делается инфраструктура для велосипедного движения. Есть ли какие-то четкие планы и видения в отношении некой единой концепции развития велодорожек в Харькове и велостоянок и так далее? Да, есть вот та велодорожка, которая сделана, она сегодня, значит, находится до сих пор в работе, потому что мы продолжаем эту велодорожку, ведем ее по лесопарку. Вот, это будет около 17 километров. И в целом, когда мы замкнем кольцом вместе с Саржаным Яром, там делается тоже велодорожка, от проспекта Науки, от Изотакара-Ярыша можно попасть в Саржан-Яр, не встречаясь с пешеходом, и выехать к парку Горького. То есть, от парка Горького есть уже дорожка, велодорожка в сторону Пятихаток, и, соответственно, можно, сворачивая в лес, выехать на Деревянка, выехать на Пятихатке и так дальше. Эту дорожку мы делаем из гальки гран-отсева. Это, назовем так, как на Западе принято. Там не будет асфальтных работ, но будет удобно и не грязно. В любое время года можно будет пользоваться данной дорожкой. Поэтому работ мы проводим много. Главное, чтобы вы правильно фиксировали эти работы и показывали. Потому что вот в саду Шевченко мы сделали еще не все, но сделали часть реконструкции капитального ремонта. Ну, а есть такие хорьковчане, которые делают из этой реконструкции знаете, аттракционы. У нас аттракционы в парке Горького находится. А они делают аттракционы в саду Шевченко. То есть это неприемлемо. Это не любовь к Харькову, когда прыгают с моста в озеро, когда крутят шею птицам, ну и так дальше. Это все надо показывать и общими усилиями презирать этих людей. Давайте поговорим еще об одной категории. Это тоже продолжение истории с транспортом. Если я не ошибаюсь, в 2016 году вы пытались ограничить движение мотоциклистов по ряду улиц Харькова. Потом была встреча с байкерами, с мотоциклистами. Вот на данный момент, я как человек, живущий возле одной с магистрали, могу сказать, что катается по-прежнему. По-прежнему ли вы настроены решительно в их отношении? Да я не то, что настроен решительно, я выполнил часть тех полновой мочи и той ответственности, которую я взял на себя. Нами приняты соответствующие документы по городу Харькову, обозначены те все магистрали, по которым сегодня стоит рейсер делают свои, так сказать, забеги или заезды, как правильно. И я считаю, что здесь работа полиции. Работа полиции. У нас нет полномочий остановить мотоциклиста и сказать ему, что ты нарушаешь скорость, что там везде знают. Вы можете проехать и везде посмотреть, что есть ограничение скорости. Но они на это не обращают внимания. Поэтому не обращают внимания. Почему? Потому что становится водитель какого-то транспорта автомобиля на парковку, пьет банку пива или сока, съедает хот-дох, открывает окно, бросает это на асфальт, к нему садятся попутчики, он уезжает, ему не надо за собой убирать. У него такой надобности никого нет, у него желания просто нет, понимаете, хотя рядом стоит урна. Вот как быть? А встречаясь с людьми на окраина города, люди наоборот задают вопросы, почему вы у нас не устанавливаете урны для того, чтобы мы могли гуляя выбросить тот же мусор, понимаете? поэтому мы смотрим и на эти все встречи, как на то руководство к действию, которое необходимо нам создавая среду нашу, жизненную среду, пространство наше жизненное, укомплектовывать, делать, реконструировать, капитально ремонтировать, временно предлагать, временные меры, но все должно измениться, в лучшую сторону. Вы упомянули об урнах, и хотелось бы тогда давайте, если уж можно, тему мусора. Вы вот совершенно недавно заявили о том, что в Харькове время перейти к следующему этапу, этапу сортировки. Как вы это себе видите, насколько по-вашему вообще-то харьковчане, учитывая то, что вы говорите, готовы к этому? Они быстро разберутся, что такое раздельный мусор. Но я уже провел несколько совещаний, значит, есть такая рабочая группа, неформально сформированная, да, в которой участвует сегодня мой советник, руководитель коммунального предприятия, заместитель по ЖКХ. Мы разбираем процесс, который сегодня есть уже как пример, и мы думаем, какие формы сортировки мусора будут приемлемы для Харькова, потому что есть еще такая категория людей, как люди без определенного места жительства, то есть в народе это называется бомж, которые после сортировки этого мусора будут очищать эти контейнера на раз. Поэтому здесь надо думать в этом плане. Они и так контейнер весь перерывают, а когда это будет несколько контейнеров стоять, они сделают из этих контейнеров своим, так сказать, праздничным столом. Поэтому я уже в том числе дал задание, чтобы были проанализированы как в Риме купленные автоматы для утилизации пластмассовой тары, и мы могли пополнять карточку, допустим, плата за это, да, карточку любому, то есть платить за такую утилизацию. Поэтому пройдет время, и я буду готов выйти с концепции утилизации твердобытовых отходов в городе Харькове, я имею ввиду раздельного разбора. Да, раздельного сбора, тем более, что мы и закончим строительство нашего многофункционального комплекса, поэтому буквально на днях по инициативе нашего молодежного совета возле французского бульвара откроется такой специальный контейнер для сбора мусора. И можно таким путем пойти, надо только посчитать, сколько контейнеров должно быть для Харькова, ну и где их ставить, понимаете, все надо анализировать. вы фактически ответили на вторую половину моего вопроса, это наличие собственно мощностей достаточных для утилизации, Харьков, город большой, мусора будет много, да и бумагу так, металл, этак надо утилизировать, ну окей, хорошо, я так понял, что у нас это все в процессе и скоро такого, как во Львове мы не допустим. Надеюсь, во всяком случае. Давайте поговорим еще вот о чем. В последние годы у вас складывается достаточно серьезная и активная конфронтация, я бы так сказал, с рядом общественных организаций, которые добиваются некоторых моментов, например, того же свободного входа в Горсовет. Вот с чем это связано, вот такой формат? Это реакция на их поведение или это Правильно я понимаю, вы говорите за то время, когда проходят там сессии Хайковского Росква. Да, конечно, да. Значит, у нас есть регламент городского совета, там все выписано, есть возможности, то есть наши, зала, в первую очередь депутаты, помощники депутатов, значит, те, кто докладывает на сессиях и соответственно те места, которые созданы для прессы и те места, которые остаются приглашенные. Споров нет, это больше со стороны активистов, они хотят превратить сессии в такой, знаете, праздник жизни. Мы не хотим этого. У нас конструктивная работа, конструктивное большинство. Все хорошо, и поэтому мы не допустим, знаете, так сказать, скандалов. Но они бывают. Но не по нашей вине, я еще раз объясню. Давайте поговорим еще раз с выборов. Начали давайте о выборах ближе к концу нашей программы. Насколько вы оцениваете серьезную реальность досрочных выборов и готовы ли вы к ним? Да, я не оцениваю никак досрочные выборы. Почему? Потому что это не так просто провести досрочные местные выборы, потому что есть определенные законы, есть конституция. Но я могу сказать, что если таковые выборы будут, мы готовы их провести. Вы лично собираетесь баллотироваться на пост Харьковского городского головы? Я лично собираюсь выставить свою кандидатуру на пост Харьковского городского головы. Если не секрет, с какой политической силой вы планируете это сделать вместе? Ну, давайте, пусть это останется нашим с вами секретом, потому что я сам не в курсе еще, кто главный будет для меня конкурент один или два или три, я не знаю. Вы спросили меня, я отвечаю за себя, что я готов, я готов, потому что, потому что я должен сделать то, что я начал, завершить то, что я начал, соответственно, сформировать команду до конца единомышленников, больше привлечь молодежи во власть и так дальше. А что именно завершить, вот я вас цитирую, завершить то, что я начал, что имеется ввиду, есть ли некий пункт, после того, я не могу же вам за одну минуту ответа сказать то, что я начал. Я много начал процессов, которые и кадровая политика, и политика отношения чиновников к людям, я имею в виду, поведение их, и выполнение тех распоряжений, и тех обещаний, которые дадут им. это коммуникации с людьми, я постоянно встречаюсь с людьми на встречах, на предприятиях, в училищах, в высших учебных заведениях, и так дальше. Все это формирует мое мировоззрение для формирования той концепции развития города Харькова, которая сейчас и происходит. Вам нравится Сад Шевченко? Местами, да. Местами, а местами? Местами не вполне. Могу выслушать. Ну, это вопросы вкуса. мне, скажем, нравятся несколько другие парки, то есть, больше похоже на английский сад, там, что-то вроде английский парк, прошу прощения, да, то есть, ну, это мои личные вопросы. А вы вот знаете, вот давайте я вам объясню, вот вам нравится то, что может еще многим нравится, но мы давайте говорим о функционале. Вы же не хотите сказать о том, что Сад Шевченко был разрушен в 45-м году, от него осталось ровно 40 процентов. Вы это знаете? Значит, все дубы, почти все дубы вековые, значит, были вырублены. У нас сейчас осталось на территории сада, парка только 12 дубов. Они все ограждены незанитарных зона. А где росли дубы, там было кладбище для высшего командного состава немцев. Во время вы это почему не рассказываете людям? И то, что он меняется постоянно, он меняется постоянно, потому что у него не было концепции. Сейчас мы придали этому парку, саду концепцию, концепцию его развития. У нас в перспективе это аллея, которая выведет всех к входу в зоопарк. У нас зоопарк без клеток. Понимаете? Европейский будет зоопарк. У нас должна быть хорошая коллекция наших братьев меньших, чтобы люди могли посмотреть. А люди помнят, когда еще ров шел по центру сада Шевченко. И в этот ров сбрасывали все, что угодно. Поэтому я могу сказать вам, что наши вкусы с вами, допустим, здесь не совпали, но это не говорит о том, что это плохо. А я этого и не говорил. Поэтому если это хорошо, значит, это уже радость, что ты делаешь людям приятное. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время для того, чтобы встретиться с нами, с нашими зрителями. Я знаю, со временем у вас, как правило, туго, но тем не менее спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok